Привет, друзья! Ну, прошел у нас вебинар, но я очень доволен, потому что люди такие вопросы задавали, все участники, потрясающие вопросы. Вот так хорошо бы делать. Вот у нас скоро ликбез будет. Совершенно бесплатный ликбез. Нам тоже надо выходить в Zoom, задавать вопросы, показываться, тренироваться, снимать напряжение на этом же фоне, когда вы говорите. Вы как раз развиваете у себя и ораторские, и творческие возможности, и быть таким естественным в любых обстоятельствах, находить себе тот ресурс, который вам нужен. Ну и вот одновременно с этим я же просматриваю разве видео там. И вот мы с Наташей, которая мне помогала, Кузьмина, говорили об этом. Как интересно, вот сейчас вот эзотерики, так сильно-сильно развивается это направление. Почему? И вот мы обсуждали. Она как раз таки мне говорит, представляешь, говорит, ну сначала сейчас я скажу об одном. У меня есть приятельница, она очень хороший художник, Зиновьева, Тамара. Это мой друг давнишний. Мы даже вместе в книжке моей, одной из книг, даже её статья есть о том, как Каляка-Маляка, который рисует ребёнок, если развернуть, это будет произведение художественное. Да, очень интересно. Так вот, её папа известный, 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 известный Зиновьев, это как раз таки тот самый Зиновьев, социолог, который, когда разговаривал с Ельциным, ему сказал, вот посмотрите, будет откат назад, а потом через некоторое время, очень трудное время, потом будет прорыв вперёд. Вот, ну это социологические законы, принципы. Мы как раз с Наташей это обсуждали, и вот как раз пришли к этим Нью Эйдж, да, Наташа? Нью Эйдж, да. Нью Эйдж, все увлекаются, где они там поставили себя богами такими, вот, ну, условно говоря. В иерархии, в иерархии, это же социологические законы, всегда человек нуждается быть в какой-то иерархии, быть значимым, и там это Нью Эйдж, и самые высокие, кем они станут, как боги, это те, которые обладают экстрасенсорными возможностями. Получается, что там, как бы, говорится о том, что перерождаясь от тела к телу, душа, значит, совершенствуется. А, Бриша, подойди, чтобы тебя видели, пожалуйста, ну это очень интересно, ну что ты, ну это очень интересно, вот, Наташенька, да. И высшая форма совершенствования этой души, которая от тела к телу перерождается, якобы, это вот как раз и есть эти самые наши дорогие, любимые эзотерики, целители, биоэнерготерапевты с различными невероятными способностями. Реально которых мы знаем, наши друзья тоже, которые вдруг у них появилось, там на каком-то они форуме ездили, какие-то почетные, почетные звания у них появились, их наградили, и они в интернете это тоже поставили, что они там стали какими-то знахарец, биоэнерготерапевты, биокосмоэнергетики, ну еще какие-то названия, там им дали дипломы почетные, они там сидят. Да, а я нашла это на сайте, а я нашла это на сайте и показала, кто раздает вот эти дипломы, и ты его сразу узнал, да, Хасан? Да, я и узнал сразу, кто раздает эти дипломы, господи, даже всю жизнь деньги на этом заработают, дело же не в этом. Дело в другом, что каждому человеку всегда хочется быть к чему-то, к какому-то сообществу привязанному, к чему-то большему, к чему-то высшему, и мы иногда это находим вовне себя. Вот Зиновьев, что и говорил, когда, значит, его мама, уже жил время, когда уже в социализм пошел, да? Ну да, он в 22-м году родился. Да, в 22-м году родился, и там уже неверующий, да, появляется. Ну, в школе пропагандировали атеизм. Атеизм в школе пропагандировали. И мама верующая, она ему сказала, ты можешь быть неверующим, но ты, говорит, всегда представляй себе в своей жизни, в своих поступках, что что-то, нечто высшее наблюдает за тобой и оценивает твои поступки. Да, я, говорит, всю жизнь это делал, я как раз-таки себя оценивал с точки зрения, ну, представьте себе, вот, я тоже, вот, а то есть наукой занимаюсь, ученый, но всегда я чувствую, есть нечто такое вот, ну, такое есть нечто, но я не верю в это, как это мое дело, ваше дело верить во что вы хотите, это ваше дело, я не спорю с вами, каждый хочет, как говорится, быть к чему-то большему, что есть нечто такое. Для меня это законы природы, в религиозной картине мира это валение Божие, да, ну, закон природы же, ты не изменишь никак, хоть хочешь, не хочешь, он же существует независимо от тебя, а там валение Божие, ну, так Бог хотел, это промысел Божий, но есть две картины, научная и ненаучная. Ну, вот эта вот ненаучная картина мира сейчас начинает становиться новой религией какой-то. Вот это из разных религий, надергали из разных религий понятий. Ну, самое большое вот неприятное, что там происходит, они начинают называть это наукой, то есть у науки свои законы, вы поймите, наука это то, что проверяет, изучает, делает эксперименты, наблюдает, если в определенных условиях это повторяется, закономерность свойства выявляет, явления выявляет, закономерности выявляет, это наука. А когда ты веришь во что-то, ну, вот сейчас вот, например, есть вот это информационное поле, да, так называемое, типа есть ноосфера такая, и начинает выдергивать туда, что это наука, что это доказано, ну, не надо смешивать одно с другим, то получается, что вот... Получается, что вот я такую теорию тоже слышала, эзотерическую, якобы в этом информационном поле, а здесь все микрофоны хорошие, хранится вся информация. Да. И получается, что люди просто как приемники, они туда подключаются... Подключился Пушкин, Пушкин, они говорят так, что вроде Пушкин подключился, ну, это буквально... И оттуда взял все это Евгения Онегина, ну, как будто он там уже и был, да? Не он сам сотворил такой великий гений, а если вот буквально эту теорию разобрать, то получается, что заслуга Пушкина не в том, что он гений, и он... А просто подключился. И были у него мучения там, в том числе, как написать эту поэму, вести. Он просто там, она хранилась, да, но вот они говорят, все, что есть, все открытия, все произведения... Да, все они там висят в субстанции. Все это там есть, а вот эти люди, они просто их оттуда выдергивают, получается... Выдергивают, ну, это религия определенная новая создалась, эзотерика. Получается, у человека отнимается его право творца... Ну, конечно, труд его, Пушкина, а как же... Откуда же он написал стихотворение, или там Евгения Онегина? Это уже все было, Хосеев. Ну, типа, это все было, хранилось там, и теперь ему надо было только подключиться. Иван Петрович мог сучить, по-моему. Да, ну, это же отсутствие здравого смысла, друзья. Дело же в чем. Дело в том, что законы природы едины для всех, для всех взаимосвязанных. Никто с этим не спорит. Никто с этим не спорит. Ну, когда вот так механически представлять себе, что законы природы создали человека, законы природы находятся в его мозге, и поэтому и совесть, которая, как говорил Толстой, и звезды над нами, и этика внутри нас, как говорил Кант. Это же вот философские, философские, глобальные размышления, когда кто-то берет, механически понимает, вот так вот, прямо скажу, тупо механически понимает, из-за потребности, из-за потребности быть к чему-то привязанным, связанным, и начинает говорить, что это ноосфера, это есть субстанция такая, которой надо подключаться, и там все есть. Ну, это же говорилось фигурально, а когда фигуральные какие-то смыслы выражены фигурально, то есть в виде какого-то образа, чтобы человеку было понятно, донести до него, как Вернадский пытался донести, что такое ноосфера, что это все знания, это цивилизация, это все библиотеки, когда буквально понимают, что это вот у нас есть некая ноосфера, и надо только подключиться, типа как шланг туда подключить, и ты все оттуда получишь. Ну, это, конечно, вот эта эзотерика, ради Бога, слушайте, не надо спутывать картины религиозного понимания, метафизического понимания мира с научной картиной мира. Вот сейчас уже начинается смешивание вот это, потому что сейчас ситуация неопределенности, а в неопределенности у людей такой стресс. Им хочется верить на что-то, на что-то опереться, и как раз появляется такое, а давайте мы будем верить в эти космические силы, космический разум, который нам поможет. А он есть, говорят эзотерики, он наблюдает за нами, космический разум, мы сейчас все сядем и будем полевым образом телепатировать ему, и он нам поможет, и мы перейдем в новую стадию развития эволюции, и применяют там квантовые переходы, слова такие научные, чтобы каким-то образом обнаучить эту картину. Что ты хотела сказать? Да, я хотела сказать, что вот идет смешивание даже в рамках каких-то нескольких религий. Вот я, например, смотрела в интернете, некоторые там батюшки, там же так слышно, они говорят о том, что вот при прихожане, например, некоторые вдруг с удивлением узнают, что душа у человека одна, ну то есть, а он не переходит из тела в тело. То есть, батюшки жалуются, что человек вроде бы считает себя христианином, но у него настолько все смешалось в голове, что он, приходя в храм, ну, христианский, вдруг, беседуя с батюшкой, обнаруживается, что он верит в то, что душа переходит из тела в тело. То есть, смешение даже идет и здесь, в рамках одной религии. Все смешалось в доме Обломово, как я забыл уже, литературу. Получается такая вот. Потому что с этим интернетом читаешь такую чушь иногда вообще. А потом вот некоторые люди, я еще хотела сказать, вот упомянула инопланетян Хаса, некоторые люди, отрицая Бога и христианскую религию, или там любую другую религию, а им кажется, что, например, вера в то, что наши боги, это и есть инопланетяне, им кажется, это более как бы по-научному, что ли. Да, да, в современном веке, да, начинают думать так, что... Потому что технологии компьютерные развиваются. Оказывается, нас в свое время оплодотворили, осеменили. Дескать, подлили, да. А разные расы у нас, потому что это из разных планет люди. Разные расы у нас, потому что с разных звездных цивилизаций. Кому-то это логично кажется. Всякая чушь такая, все смешивают, слушайте, вы верьте, вы что хотите, это ваше личное дело, я не отрицаю, ни Бога не отрицаю, ни религии не отрицаю, ни эзотерику не отрицаю. А то все говорят, он отрицает эзотерику. Да нет же, ничего не отрицает, только не смешивайте в одну кашу все это. Не надо там говорить, что это научно доказано. Это научно не доказано, а все, что не доказано научно, все туда смешивают в эту эзотерику, и теперь называют, что это научно доказано. У людей уже скоро из-за этого смешание вот этих понятий, размывание этих понятий, что есть чёрное, что есть белое, сейчас уже начинают говорить о том, что вы знаете, может быть зло как раз-таки то, что нам нужно. Потому что раньше неправильно интерпретировали слово зло. Да, Господи, определитесь в понятиях. Наука это что такое? Зло это то, что работает против жизни человека, во вред человека, во вред развития. Добро это то, что работает на бесценность живого, на развитие, на эволюцию, на развитие качеств, способностей. Это добро. Вот там мне написали сейчас, доброта это бескорыстное оказание содействия по бескорыстное. Вот что такое доброта. Ну да, определяйте, мы же создаём науку человека будущего, там создаём науку человечности. И там как раз-таки определяем понятие, вот хорошее определение попадёт в нашу новую книгу с именем и фамилией. Пожалуйста, пишите такие определения, попадёте в новую книгу, которую мы сейчас будем сдавать в конце месяца в издательство. Попадёте туда с именем, фамилией, с новыми приёмами, вы все туда попадёте. Вот у нас сообщество такое нормальное, человеческое. Поэтому мы понимаем этих людей, там и арархия, и дипломы даёт, и за это ещё и деньги получают, они все такие гордые там сидят, теперь он маг пятой степени, там или белый маг, там или космоэнергетик. Ну дай Бог, если тебе надо на что-то опереться, если надо быть в своём сообществе, которое у тебя создалось, где у вас единомыслие какое-то, потому что это же очень здорово, когда люди тебя понимают. А вы там все собираетесь, эзотерики, верите в то, что есть некие шланги, к которым надо подключаться, есть некие летающие какие-то субстанции, которые вы постоянно фотографируете, андло, андло, да кто знает, что это такое, наука ещё ничего не доказана этого. Но это не значит, если наука и не доказана, это не значит, что обязательно есть. Понимаете, в чём разница, да? Ладно. А здесь главный аргумент, что не всё ещё познано. Не всё ещё познано, поэтому это и есть. Нет, это неправильно. Про Шкловского рассказать, как астросфизик Академий Шкловский, напомню, один раз у меня был разговор такой, когда к нему подошла или подошёл журналист японский, или там режиссёр говорит, я хочу, говорит, фильм сделать, там девочка вышла, говорит, из дома, я как-то рассказывал, на ниточке держал воздушный шарик, и воздушный шарик вдруг сорвался, и улетел, 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 улетел в космос. Может такое быть? Астрофизика Шкловского, академика, спрашиваю. Он говорит, нет, не может. Откуда вы знаете? Ведь не все законы ещё открыты. А Шкловский ответил, те законы, которые открыты, вполне достаточны, для того, чтобы сказать, что этого быть не может. Поэтому мы летаем, друзья, не на коврах самолётов, а на самолётах. Потому что, чтобы сделать самолёт, нужна наука. Просто я верю в то, что там, я подключусь и там. Нет, нет, друзья. Надо поработать, надо подумать, надо создать это изобретение. Там уже наука. Наука. Поэтому мы двигаемся, ходим, строим. Там всё это наука. Изучайте науку. И мы сейчас создаём науку человечности. Определяем эти понятия. Вот доброта сказали. Что такое любовь? Что такое сопереживание? Что такое чувство бесценности живого? Что такое созидание? Что такое сотрудничество? Вот определяйте эти понятия, пишите. И вот как раз-таки весь секрет в том, что, определяя эти понятия, мы и развиваем науку человечности, которой никогда не было. Потому что она в религии, она в искусстве, в литературе. А вот так, чтобы как наука. А сегодня век науки. Потому что наука всегда опережает всё. То, что было тысячелетним и сделано. Ну, давайте будем на это опираться, ну, трезво на это смотреть. Сохранять здравый смысл, друзья. Да? Я всё сказал, нет? Там много можно сказать. Но ничего. В следующий раз скажем. Продолжим эту дискуссию. До следующего раза. Пишите, что вы думаете. Только ради Бога, не нападайте на меня. Типа того, что как это он говорит, что нету такого, такой ноосферы. Это Вернадский сказал. Он же это имел в виду не в том смысле, прямом, как вы думаете, что это субстанция над нами. Это разные немножко понятия. Есть фигуральный образ речи, а есть конкретный, предметный. Надо это различать. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok